Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами проводим очередное заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске на прославленном концерне «Калашников». Накануне здесь, как и в других регионах страны, отмечался День оружейника. Я сейчас с рабочими разговаривал в цехах. Хочу ещё раз поздравить и вас, и всех наших коллег с профессиональным праздником. Поблагодарить всех за добросовестный труд, за высокие результаты. Мы гордимся достижениями конструкторов, инженеров, рабочих, работающих в оборонке. И хочу всем ещё раз пожелать успехов, здоровья, благополучия всем тем, кто связан с оборонкой. Уважаемые коллеги, сегодня мы рассмотрим комплекс вопросов, связанных с основными направлениями развития системы вооружения. И прежде всего обсудим, как модернизируются разведывательно-информационные комплексы, которые играют важнейшую и определяющую роль в современном бою. На сегодняшний день одной из ключевых задач является создание единого информационно-разведывательного пространства вооружённых сил. Оно должно основываться на современных защищённых технологиях и охватывать все звенья управления от тактического до генерального штаба. Отмечу, что в рамках госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы ряд шагов по созданию данной системы уже сделан. Сформировано информационное обеспечение высокоточного оружия большой дальности. Начато серийное производство и поставка в войска современных комплексов вооружения, военной и специальной техники, которые будут применяться в едином информационно-разведывательном пространстве. На двух стратегических направлениях проведена опытная увязка систем автоматизированного управления разведки и связи, информационного и иного обеспечения высокоточного оружия всех видов базирования. Прошла проверка информационного обеспечения перспективных средств поражения большой дальности. Нужно активнее продолжать эту работу. Строго выдерживать сроки по разработке, испытаниям и производству всех запланированных комплексов. Особо подчеркну, организации ОПК и генеральные конструкторы должны в полной мере выполнять требования госзаказчиков к перспективным образцам вооружения и военной техники, основанные на боевом опыте войск. Следующий вопрос в повестке. Это чёткая и своевременная реализация гособоронзаказа. Напомню, что по итогам 2015 года его задания были выполнены на 97%. Это результат хороший, и он стал возможен благодаря тому, что мы навели порядок в сфере финансирования, сумели устранить препятствия, приводившие к затягиванию и даже подчас срыву поставленных задач. Однако ряд проблемных вопросов остаётся нерешённым. Мы обсуждали их на совещании в мае этого года в Сочи и в Минобороны, а также на едином дне приёмки вооружений и военной техники. И сегодня хотел бы от вас услышать предложения по решению этих вопросов. И, наконец, отмечу также, что для успешной реализации гособоронзаказа проектирование перспективных образцов вооружения и в целом для инновационного развития ОПК ключевое значение имеют фундаментальные научные исследования в интересах обороны страны. В этой связи Российская Академия наук предложила шире и активнее использовать потенциал её специализированных институтов. Дано поручение Научно-техническому совету комиссии проанализировать эти возможности. И в ходе сегодняшней встречи предлагаю обсудить, как это поручение выполняется, каковы предложения. Давайте начнём работать. Слово заместителю председателя правительства Рогозину Дмитрию Олеговичу, пожалуйста.